Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». И мы продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык за 50 уроков». И разбираем 200 фразовых глаголов с разными грамматическими конструкциями и временами. Итак, следующий фразовый глагол «turn off». Выключить. В принципе, употребляется «turn off» или также «switch off». И так и так встречается «turn off» или «switch off». По умолчанию используем «turn off» здесь. Когда я вышел из дома, я осознал, что забыл выключить свет. Итак, по умолчанию используем конструкцию «leave home». То есть, когда я вышел из дома, when I left home, я осознал. Действие одно с другим, поэтому по-симпл, по-симпл. I realized, что that забыл выключить свет. Забыл раньше, поэтому past perfect. That I had forgotten выключить. To turn off свет the light. When I left home, I realized that I had forgotten to turn off the light. Не забудь выключить свет перед уходом. На мне что-то сделай. Это don't плюс глагол. То есть, не забудь «don't forget» – выключить. To turn off свет. The light – перед уходом. Дословно, видите, «перед» – это «before». И далее, если глагол, то используется «sync» форма. То есть, «before» и форма «live» с «sync» формой. «Before living» – «before living». Получается «don't forget» – «to turn off the light» before living. «Don't forget» – «to turn off the light» before living. Опять же, или «turn off» или «switch off». Это синонимы. «Turn off» – «switch off». When I left home, I realized that I had forgotten to turn off the light. «Don't forget» – «to turn off the light» before living. Или, в принципе, как вариант перед тем, как ты уйдешь. «Before you live». Так что это ограничение с «before» именно в «present simple». Или «before living» – есть и глагол с «in-формой» – «before living». «Don't forget» – «to turn off the light» before living. «Switch off» – да, мы говорили, также переводится «выключить». «Switch off». «Я уже выключил компьютер» – «уже already» указывает на «present perfect». То есть, «я уже» «I've already» выключил, «switched off» компьютер, «the computer». «I've already switched off the computer». «I've already switched off the computer». «Я не могу связаться с ней последние несколько часов, потому что ее телефон выключен». Итак, «я не могу связаться с ней». Но видите, самое главное здесь – это последние несколько часов указывает на «present perfect continuous». «Но я не могу» – это «I can't». А как сказать «can» в «present perfect continuous»? «Как это сделать?» Видите, здесь такая ситуация, что… Да, там «я могу» – «I can't», «я не могу» – «I can't». Если в более сложные времена, как здесь, то нужно использовать заменитель «to be able to». То есть, мы должны это употребить в нужном времени в «present perfect continuous», если возможно. Но видите, «be» не употребляется по умолчанию в «present perfect continuous», поэтому здесь просто «present perfect». И получается, то есть, я не могу связаться в «present perfect». То есть, получается «I haven't» – третья форма от «be». «I haven't been able to». «I haven't been able to». А вот «связаться», да, это фраза «get in touch with». Есть слово «contact» – это более формально, там «contact her» – «связаться с ней». Но участие на «get in touch» – в получении используем «get in touch with». Получается «I haven't been able to» – «связаться». «to get in touch» – «с ней». «with her» – «последние несколько часов». Последнее. «for the last» – «несколько часов» – «few hours». «for the last few hours». Или, в принципе, как вариант «for the last several hours» – в получении используем «few». «for the last few hours». «Потому что» – «because» – «её телефон выключен». Помните, там компьютер включен. «The computer is turned on». «The computer is turned on». Здесь по аналогии. «Телефон», там «её телефон». «Because her phone выключен». То есть, просто «быть выключен» – это фраза. «to be». И далее, соответственно, помните, «to be turned on» – «включен». А если здесь «выключен», то мы используем «to be switched off» или «to be turned off». Действительно, мы используем «switched off», поэтому используем «switched off». «Her phone», форму «to be», «выключен». В достаточном времени. То есть, получается, «is switched off». «Because her phone is switched off». То есть, ещё раз, возможно, да, вы уже встречали раньше эти фразовые глаголы, но, видите, мы отрабатываем не только это, а времена конструкции, которые также разбирали до этого, мы усложнили. То есть, получается, смотрите, я не могу это «I can't». Если «present perfect continuous», то нужно использовать, видите, здесь заменитель «to be able to». Но «be» не употребляется как раз в «continuous» по умолчанию, поэтому просто «present perfect» – ограничение. Мы подробно это отрабатывали как раз в предыдущих уровнях. «I haven't been able to» – связаться «to get in touch with her». Указатель «for the last few hours because her phone» и выключен вот конструкция «to be switched off» или «to be turned off because her phone is switched off». «I haven't been able to get in touch with her for the last few hours because her phone is switched off». «I haven't been able to get in touch with her for the last few hours because her phone is switched off». «Switch off». «I've already switched off the computer» – «to be switched off» or «to be turned off». «to be able to get in touch with her for the last few hours because her phone is switched off». То есть, подводя итог, если включить, то предлог у нас получается «on». Если выключить, то предлог «off». Используем или «turn», там включить «turn on» или «switch on». Если выключить, то также «turn off» или же «switch off». Получается включить «turn on», «switch on». Выключить «turn off», «switch off». Но есть и другие, конечно, интересные фразовые глаголы. «Turn up». Основное значение «сделать погромче». «Сделать погромче». «Вопрос». «Можешь чуть-чуть увеличить громкость?» «Turn up» – сделать погромче, например, музыку. «Turn up» – это будет «the music». «Или увеличить громкость?» «Turn up the volume». «Volume» – это громкость. «Можешь», но дословно мы спрашиваем «ты можешь». Получается «can you». «Далее». «Глагол», то есть «увеличить громкость». «Turn up the volume». «Can you turn up the volume?» «Чуть-чуть». «A bit». «Can you turn up the volume a bit?» «Волюм» – это громкость. «Can you turn up the volume a bit?» «Can you turn up the volume a bit?» «Вопрос». «Можешь немного увеличить громкость?» «Видите, «a bit» – это «чуть-чуть», а «немного» – «a little». В принципе, то же самое, только «a little» на конце. «То есть ты можешь». «Can you». «Далее». «Увеличить громкость». «Turn up the volume». «Can you turn up the volume?» «Немного». «A little». «Can you turn up the volume a little?» «Can you turn up the volume a little?» «Can you turn up the volume a little?» «Turn on», «switch on». «Turn off», «switch off». «Turn up the music». «Turn up the volume». «Can you turn up the volume a bit?» «Can you turn up the volume a little?» «Turn down» – наоборот сделать потише. К примеру. «Музыка была настолько громкой, что я ее сделал потише». «Музыка конкретная». «The music» была. «The music was» настолько громкой. «То есть, условно, такой громкой. «Was so loud». «The music was so loud, что…» «Помните там фразы «я так счастлив, что…» «I'm so happy that…» в этой конструкции. «The music was so loud, that…» «Что?» «Я ее сделал потише». «То есть, я…» «That I…» «Ее сделал потише». «Видите?» «Но…» «Видите?» «Сделать потише. «Turn down» – «Ее…» «Музыка it…» «Индущена it…» «И ставится в середине». «Если есть местоимение», «Если есть местоимение», «то ставится в середине». «То есть, делать это потише», «то получается turn it down». «И в прошедшее время». «That I turned it down». «The music was so loud, that I turned it down». То есть, именно так, видите, если вместо менее, то в середине. The music was so loud that I turned it down. Вопрос. Ты можешь сделать музыку потише? Ты можешь. То есть, можешь ты. Can you сделать музыку потише? То есть, сделать потише. Can you turn down музыку? Вы, конкретный, поэтому the music. Can you turn down the music? А вот здесь, видите, можно по-разному сказать. То есть, можно the music также поставить в середине. Can you turn the music down? И так, и так возможно. То есть, или в середине, или в конце. Обычно, если вместо менее, то только в середине обычно. Can you turn down the music? Can you turn down the music? Turn down. The music was so loud that I turned it down. Can you turn down the music? Come back. Вернуться. В принципе, в одно слово return, но return звучит гораздо формально, поэтому используем по-разному. Вернуться. Он сказал, что никогда не вернется туда. Он сказал что? He said that никогда не вернется. Итак, во-первых, видите, в прошедшем времени will менять на would никогда уже берет на себя отрицание. То есть, он никогда that he would never вернется. Come back туда there. К тому времени, как он вернулся, я уже закончил делать то упражнение. к тому времени, как фраза by the time он вернулся. Да, получается, he came back. Я уже закончил. И это раньше совершилось, потом, перед прошедшим временем. Я уже I had already закончил finished делать помню конструкцию finish doing то есть, именно с инкформой делать finished doing то упражнение that exercise By the time he came back I had already finished doing that exercise Come back He said that he would never come back there. By the time he came back, I had already finished doing that exercise. Get back. Также вернуться очень часто в контексте к какому-то разговору или к работе. Get back. Давай вернемся к нашему разговору. Давай вернемся. Let's get back к нашему разговору. To our conversation. Let's get back to our conversation. Видите, именно вернуться к какой-то теме, разговору, для обсуждения к работе, в этом контексте используется get back. И опять же вернуться к это get back to. Get back to. Let's get back to our conversation. Let's get back to our conversation. Давай немножко посложнее. Мы так долго говорим. Я думаю, пора вернуться к работе. Видите, мы так долго говорим. Вот так долго указывает на present perfect continuous. То есть мы говорим так долго. Мы говорим present perfect continuous. We've been talking. We've been talking. Так долго. For so long. We've been talking for so long. Я думаю. I think. Пора. Это конструкция, это словно. Это время. Пора. I think it's time. Вернуться к работе. To get back to work. I think it's time to get back to work. То есть еще раз. For so long по умолчанию или for such a long time. По умолчанию for so long. Указывает на present perfect continuous. We've been talking for so long. I think it's time to get back to work. Да, конструкция. Там пора что-то сделать. It's time to. Произлогов. Да, такая конструкция тоже часто употребляется. It's time to. It's time to do it. Если давно уже пора. It's high time. Мы говорим it's high time. High как высокий. It's high time. To get back to work. We've been talking for so long. I think it's time to get back to work. Get back to. Let's get back to our conversation. We've been talking for so long. I think it's time to get back to work. Call back. Перезвонить. Call back. Я перезвоню тебе, как только освобожусь. Я перезвоню тебе. I'll call you back. Как только. Это фраза as soon as. As soon as. Освобожусь. Освободиться. Это выражение. Get free. Get free. Но. As soon as. Так же как. И. If. When. Before. After. Дают ограничения. Так же. Unless. Until. Till. И здесь поэтому нужно поставить именно present simple. То есть хотя видите мы говорим освобожусь. Но грамматически именно present simple. As soon as. Я освобождаюсь. As soon as. I get free. То есть as soon as. Плюс present simple. Хотя говорим о будущем. I'll call you back. As soon as I get free. I'll call you back. As soon as I get free. I'll call you back. As soon as I get free. Я сказал ей, что перезвоню ей, как только освобожусь. Немножко посложнее видите. То же самое нужно сказать в принципе практически но в прошедшем времени. Так я сказал ей. I told her. I told her. Что? That. Перезвоню ей. Во-первых грамматически нужно поставить подлежащее. То есть I. Перезвоню. И в прошедшем времени will меняется на would. То есть that I would. Перезвоню ей. That I would call her back. I told her. That I would call her back. Как только. Такая же конструкция. As soon as. Я освобожусь. Видите, опять же, по логике мы должны были бы использовать в будущее время. Но ограничения, если в прошедшее время, то ставятся по simple. As I got free. У нас с вами недавно это уже было. Помните, там будет время. Мы говорили. Там будет. It was time. When it was time. Когда будет время. Похожа ситуация. То есть видите, в прошедшем времени. Past simple. Вместо будущего. Получается, здесь есть такое ограничение. Такого рода. As soon as I got free. I told her that I would call her back as soon as I got free. I told her that I would call her back as soon as I got free. Call back. Get free. I'll call you back as soon as I got free. I told her that I would call her back as soon as I got free. Break down. Ломаться. Break down. Он остался дома, потому что его машина сломалась. Так, он остался дома. He stayed at home, потому что because he stayed at home, because your машина сломалась. Сломалась. Раньше, поэтому past perfect, your машина, because his car, сломалась, had broken down. He stayed at home, because his car had broken down. Неудивительно, что его машина часто ломалась, потому что она была действительно старой. Итак, неудивительно. Здесь можно сказать по-разному. Давайте использовать слово surprisingly. То есть, неудивительно. Есть такой оборот. Смотрите. Да, можно сказать и по-другому. Там it isn't surprising that. Смотрите. It isn't surprising. It isn't surprising that. То есть, неудивительно, что, но это проще. It isn't surprising that. Это, скорее всего, А2 уровень. А2, А1 где-то пограничное, но, видите, not surprisingly, это уже B2. Not surprisingly. В принципе, можно было бы и в одно слово. Вот так вот, смотрите. Unsurprisingly. Unsurprisingly. Или, как здесь, вот такие два оборота. Эти not surprisingly, это уже более продвинутые обороты. Получаемо его используем. Not surprisingly. Что? Что здесь не переводится? Просто not surprisingly. Его машина часто ломалась. И у машины. His car часто ломалась. Часто. Often. Ломалась. Broke down. Not surprisingly. His car often broke down. Да, видите, если not surprisingly или unsurprisingly, здесь что-то дословно не переводится. А в этом обороте, да, можно как раз говорить что или просто, как есть. Not surprisingly. His car often broke down. Потому что. Because. Она была действительно старой. Она была. Машина неодошленная, поэтому it. Because it was. Действительно старой. Really old. Not surprisingly. His car often broke down. Because it was really old. Not surprisingly. His car often broke down. Because it was really old. Not surprisingly. His car often broke down. Because it was really old. Break down. He stayed at home. Because his car had broken down. Not surprisingly. His car often broke down. Because it was really old. Bring up. Основное значение. Воспитывать. Bring up. Кто его воспитывал. Кто. Who. Его воспитывал. Так, кто. Видите, здесь магнитный глагол не нужен. То есть воспитывал его. Если его, то ставится в середине. То есть прошедшая форма. Who brought. Далее его. Him. И потом уже up. То есть грамматически только так. Who brought him up. Who brought him up. Да, видите, можно по-разному перевести. Кто его воспитал. Или кто его воспитывал. Звучит. Who brought him up. Who brought him up. Ну, давайте скажем по-другому. Сейчас более такой сложный вариант. Кем он воспитывался. Вообще, кем дословно это by whom. Он воспитывался. Если пассивный залог. То есть получается форма to be. Past simple. Was. Он. He. Третья форма. Получается brought. Не просто brought, а brought up. By whom was he brought up. Но в современном английском языке мы говорили, видите, by ставится в конце. И вместо whom получается who. То есть who was he brought up. И by переводится, да, переносится в конец. Да, переводится как вообще, указывает именно кем, чем совершается действие. Who was he brought up by. То есть с кем. Не просто кто, а кем. То есть by. Who was he brought up by. Who was he brought up by. Who was he brought up by. К примеру, кем была сделана эта работа? Как мы спросим. Кем. Также who. Далее была сделана. То есть was. Это работа. Was this work. Сделана. Третья форма do. Done. И на конце by. Получается who was this work done by. Who was this work done by. Bring up. Who brought him up. Who was he brought up by. Who was this work done by. Grow up. Вырастать, когда говорим именно о людях. То есть grow – это выращивать, а именно в контексте, к примеру, я вырос где-то, именно grow up, sub. И вот такое интересное предложение. Несмотря на то, что он вырос в очень бедной семье, он получил отличное образование и стал настоящим экспертом в этой области. Несмотря, вот как сказать действительно несмотря. Два варианта. Первый вариант – с помощью despite. Второй вариант – с помощью in spite of. То есть или в одно слово, или три слова. Давайте пока потребуем первый вариант. Despite. Despite. Далее, на то, что – это фраза despite the fact that. Именно так. Despite the fact that он вырос. He grew up в очень бедной семье. In a very poor family. Despite the fact that he grew up in a very poor family. Он получил. Да, по значению, опять же, используем форму get. В значении получить. He got. Потому что receive – это более формально. He got. Отличное образование. И здесь, да, принято говорить с артиклем. То есть отличное. He got an excellent education. Да, видите. Хотя образование неисчисляемое. Education. Ну, так принято говорить. С той же фразы. Именно с артиклем здесь. Got an excellent education. Got an excellent education. И стал. And became настоящим экспертом с артиклем. Артикль перед real сохраняется. And became a real expert в этой области. In this area. Если, к примеру, мы хотели бы сказать в определенной области, пожалуйста, можно было бы сказать in a certain area. In a certain area. В определенной области. In a certain area. А если именно просто, как здесь, в этой области, пожалуйста, in this area. То есть еще раз, очень важный момент. Мы говорим или despite, или in spite of. И обязательно the fact that. То есть просто вот так вот, без этого сказать грамматически невозможно. Есть также конструкция именно с инкформой. То есть когда despite, in spite of требует глагол с инкформой. Но здесь вот проще говорить. Сходя из практики, из опыта, просто вот именно так. Без этого, то есть просто так поставить нельзя. Поэтому мы ставим именно так. То есть despite the fact that. Или in spite of the fact that. Далее. He grew up in a very poor family. He got an excellent education. Видите, мы заменяем не просто he got a very good education, а excellent. Более, видите, продвинутые прилагательные использования. He got an excellent education. And became a real expert in this area. Despite the fact that. He grew up in a very poor family. He got an excellent education. And became a real expert in this area. Despite the fact that. He grew up in a very poor family. He got an excellent education. And became a real expert in this area. Despite. In spite of. In spite of. Grow up. Despite the fact that. He grew up in a very poor family. He got an excellent education. And became a real expert in this area. Хорошо. То есть несмотря на то, что. Это despite the fact that. Или in spite of the fact that. И так и так возможно. Давайте сейчас потребуем как раз второе выражение. In spite of the fact that. In spite of the fact that. Немножко посложнее, но попробуем сказать. Несмотря на то, что он вырос в неблагополучной семье, он сумел добиться успеха в жизни. И так. Несмотря на то, что. In spite of the fact that. In spite of the fact that. Он вырос. He grew up в неблагополучной семье. Да видите. В очень бедной. In a very poor family. Это же более сложная лексика. Семья в неблагополучной. In a disadvantaged family. То есть a family with disadvantages. То есть семья с какими-то недостатками. Advantage. Да. Преимущество. Disadvantaged. Недостаток. То есть a family with disadvantages. With some disadvantages. С некоторыми недостатками. Видите. Это же более продвинутая лексика. И как раз уровень B2C1 заключается в том. Особенно C1. Что мы знаем какие-то устойчивые фразы. Как раз не просто с самыми простыми словами. Не просто с very. То есть от very мы по возможности избавляемся. Это очень важный момент. We try to get rid of this word. Да. Get rid of. Это избавиться. Get rid of. We try to get rid of this word. We try to get rid of this word. Very. И видите, как здесь. In a disadvantaged family. И благодаря этому обороту мы сразу же перенеслись на уровень B2C1. Что здорово. Итак. Получается. In spite of the fact that he grew up in a disadvantaged family. Он сумел. Значит, помню, что суметь что-то сделать – это manage to do something. То есть он сумел. He managed добиться успеха. Это глагол succeed. То есть he managed to succeed в жизни. In life. Да. Фраза добиться успеха в жизни. To succeed in life. То есть просто без артикля. Такое стоящее выражение оборот. To succeed in life. To succeed in life. Конечно, можно сказать to be successful in life. Будь успешным в жизни. Но это уже более продвинутый уровень. To be successful – это ниже по уровню, чем to succeed. To be successful in life. Может быть, уровень где-то A2. A2. To succeed in life – это уровень где-то хорошая B1, B2. To succeed in life. 1. He managed to succeed in life. 2. In spite of the fact that he grew up in a disadvantaged family, he managed to succeed in life. 3. In spite of the fact that he grew up in a disadvantaged family, he managed to succeed in life. Indeed, it's a very moving story. Да, в самом деле. Indeed, it's a very moving story. То есть, indeed, это в самом деле. Indeed, а moving трогательное. Indeed, it's a very moving story. In spite of the fact that he grew up in a disadvantaged family, he managed to succeed in life. In spite of the fact that he grew up in a disadvantaged family, he managed to succeed in life. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist.